День Победы 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 Это очень-очень интересно. И мне интересно. А что больше всего интересного? Солнце и снег. Ну, это... Когда-то сильно марширует. Танки ездит иногда. Сыну, младшему 3,5 года, я думаю, что пока общее представление он имеет. Но с возрастом он будет знать, помнить и чтить память своих героических дедов, бабушек, всего великого русского народа, который воевал. Я сам отходил, здесь 4 парада учаясь в училище, служил в Москве с местной, прошел еще 5 парадов. Я считаю, что это праздник всего народа. И очень хорошо, что это все поддерживается. Люди ходят, помнят. Торжественный парад по традиции начинался на площади Победы с возложения к Вечному огню гирлянды памяти, пронесения знамени Победы и флага России. Это честь для любого военнослужащего и заслужили такое право, отличившиеся в учебе курсанты. В парадном строю представители различных армейских формирований, внутренних служб, курсанты военных училищ, а также воспитанники кадетских и казачьих классов. Впервые по площади прошли юнормейцы. Рязанский парад традиционно масштабенно грандиозен. И это неудивительно для города, славного своими военными и героями, некогда сосредоточившим, сразу несколько военных училищ. И по сей день помнит страна подвиг рязанцев в годы Великой Отечественной. Более 300 тысяч человек из нашего региона были призваны на фронт. Ежегодно парад Победы демонстрирует. Сегодня дух рязанцев не ослаб. Ровные колонны с площади Победы прошли по Первомайскому проспекту. Оживленно приветствуют участников парада люди. Еще более оживленное тепло приветствуют ветеранов. Ожидаемой частью Парада Победы всегда был и остается смотр строевой песни. Юбилейный 50-й смотр выиграли десантники. Победу в страшной войне с фашизмом одержали советские люди. Славу народа-победителя по сей день признают в разных уголках мира. И в день 9 мая красные советские знамена можно видеть повсеместно. Развиваются флаги на зданиях, автомобилях в руках у людей. Под красными знаменами коммунистической партии была одержана 72 года назад Великая Победа. Дорогие рязанцы, от имени обкома КПРФ поздравляю вас с величайшим праздником. Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для нас, для всех, это великая дата. Я думаю, в каждой семье есть свой герой той войны. К сожалению, не все из них дожили до победы. Мы храним в нашей душе память о них и гордимся их подвигом. Фашистам не удалось сломить боевой дух советского народа. Фронт и тыл, боевое подполье сплотились в единой борьбе и сумели защитить под красными знаменами под руководством коммунистической партии отстоять и защитить свободу и независимость нашей Родины. Коммунисты и комсомольцы первыми поднимались в атаку, чтобы человек труда мог чувствовать себя полноценным хозяином в своей стране. И очень важно, чтобы нынешняя молодежь знала и помнила, за что воевали их деды и прадеды. Коммунисты Рязани традиционно собрались на парад победы, организованной колонной. Для нас День Победы – это повод вспомнить великий подвиг и вспомнить, за что воевали наши дедушки, прадедушки, за те социальные завоевания, которые они отстаивали. День Победы – это великий праздник, это освобождение от фашизма, освобождение от фашизма нашего народа, освобождение от фашизма народа Европы. Красные знамены развивались над площадями Рязани, призывая народ, как и прежде, собраться вместе, напоминая о великом подвиге великого советского народа. В течение всего дня люди шли к вечному огню на площади Победы и в мемориальном парке, чтобы положить живые цветы тем, чей подвиг бессмертен. Настроение праздника сохранилось в этот холодный майский день до самого вечера. Концерт на площади Победы собрал сотни рязанцев, готовых подпевать военным песням. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой и приражении. Еще больше людей подтянулись к выступлению участника шоу «Голос» Данилы Плужникова. Апофеозом стал выход самой народной и самой патриотичной группы российской эстрады. Традиционный праздничный салют озарил небо под звуки Дня Победы – песни, без которой не обходится ни один праздник 9 мая. Во многих городах России, а также в нескольких десятках стран по всему миру прошла очередная акция «Бессмертный полк». Шествие, на которое люди выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В Рязани для проведения шествия перекрывали Первомайские проспекты, улицу Соборную. По официальным данным, акция побила собственный рекорд по количеству участников. Алена Куколева расскажет, как прошел Рязанский «Бессмертный полк». Акция «Бессмертный полк» в этом году побила все рекорды, как по стране и миру, так и в Рязани. По данным полиции, в регионе в праздновании Дня Победы приняли участие более 113 тысяч человек, среди которых 70 тысяч сформировали колонны «Бессмертного полка». На улице Рязани, несмотря на холодную пасмурную погоду, вышли более 55 тысяч человек. Из них более 40 в составе «Бессмертного полка». У меня воевал дедушка Буров, Петр Филатвич, в 43-м году был ранен, отправлен в госпиталь и потом домой. Расскажите, пожалуйста, свою историю. У меня воевала мама Мороза Екатерины Степановны. В 20 лет она вошла на фронт, прошла его, закончила в Киндсберге. Ну, умерлась совсем недавно. Поэтому, честь ее памяти, мы всегда участвуем в «Бессмертном полке». Три прадеда у меня воевали прапрадед, прабабушка и двоюродная прабабушка. Прабабушка встретила будущего мужа на фронте, и все домой вернулись. В общем, никто не погиб из них. Мой папа, Сыров Иван Захарович, воевал на Ленинградском фронте, закончил войну, работал директором школы. Но сейчас его, к сожалению, живых нет. Я очень горжусь своим отцом. Это очень важно. Мы сегодня являемся представителями тех, кто подарил нам жизнь. А это моя бабушка, летчица, которая прошла всю войну. И такие, как она, защищали наше небо. У меня воевали два дедушки. Вот, они оба вернулись с войны. Один воевал на белорусском, другой на втором украинском. Это вот мой папа, Еременко Иван Федорович. Это прадедушка вот моей внучки, Александр Денисович Сафонов. Они прошли всю войну. К сожалению, у них нет живых. Но они живы. Они идут вместе с нами. И живы для всех. Не только для нас, значит, для всех. Они победители. Это моя прабабушка, Чернавская Пелагия Никифоровна. Она была турбеком. Рыла окопы на протяжении войны. Но когда она была на войне, она была примерно вот моего возраста. Прадед. Он был водителем, прошел всю войну. И пришлось так, что ездил через как раз Ладожское озеро, когда была блокада Ленинграда. Прадедушка наш, Данин прадедушка. А мой дедушка, Головко Иван Михайлович. Он, ему было, получается, 21 год, когда началась война, отправился на фронт, попал в танковые войска. И на танке доехал до Берлина. Мой дед воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Пропал без вести. Мы его до сих пор ищем. Он погиб в 22 года. 22 октября 1944 года. Он был летчиком-истребителем. Лучшие рязанские десантники в очередной раз приняли участие в главном параде страны. Утром 9 мая они прошли по Красной площади, а вечером вернулись в Рязань и продемонстрировали свое искусство, маршируя по Первомайскому проспекту. Вечером 9 мая в Рязань прибыл расчет высшего воздушно-десантного командного училища, который утром шел в строй по Красной площади. Сотни зрителей собрались, чтобы полюбоваться лучшими из лучших и поддержать ребят с честью показавших себя на главном параде страны. Мы не можем представлять свою землю рязанскую плохо или неважно, или посредственно. Мы должны представлять ее только на отличную оценку. И вот стоящие в строю, в сегодняшнем строю, офицеры и курсанты, они, поверьте, очень достойно, сильно представили нашу рязанскую землю, героическую землю. Военные показали свою подготовку, промаршировав со строевыми песнями от улицы Завражного до улицы Чкалова и обратно. Усталость от изнуряющих тренировок не ощущалась. Холодный день будто ни по чем ребятам. Улыбки на лицах, гордо поднятые головы, четкий шаг. Движения выверены и синхронны. Я по свету немало кашевал, Жил всегда, как могло покрытили. Люди встречали шествие одобрительными возгласами. На церемонии приветствия присутствовал и временно исполняющий обязанности губернатора региона. Для него это первый день победы в Рязани. Это замечательный праздник, один из самых великих на земле. В нашей стране это священный праздник. И то, что мы здесь, в Рязани, встречаем наших бойцов, которые на Красной площади представляли Рязань, представляли лучшие войска Российской Федерации, для нас большая честь. И много рязанцев пришло посмотреть на то, как проходит строй наших бойцов, наших сантников. И они увидели то, что хотели увидеть, я думаю, то, что наша армия сильна, мощна, и что нас есть кому защищать. Десантники промбаршировали до училища, и на всем маршруте их встречали рязанцы, подпевающие любимым песням военных лет. Патриарх московский и всея Руси Кирилл посетил Касимовскую землю. Предстоятель православной церкви побывал с визитом в Никольском Шостевском Ставропегиальном женском монастыре и осветил храм в связи с завершением ремонтно-реставрационных работ. В Вознесенском кафедральном соборе патриарх встретился с прихожанами. 7 мая состоялся долгожданный визит патриарха московского и всея Руси Кирилла на Касимовскую землю. В первую очередь он посетил Ставропегиальный женский Никольский монастырь в селе Шости, где осветил три престола. Этот монастырь был заново образован в 90-е годы прошлого столетия. За сравнительно короткое время он обрел большую популярность. Сюда приезжают паломники из Рязанской области, из Москвы, других городов и, конечно же, из Касимова. Очень не обрадовались, когда узнали, что к нам в район приезжает святейший патриарх. Долго собирались, дорога сюда, конечно, тяжеловата с ребенком. Монастырь в Шости поначалу зарождался как патриарший подворья московского за иконоспасского монастыря и совсем недавно получил самостоятельный статус. На богослужении патриарх Кирилл возвел его настоятельницу-монахиню Неонилу в Сан-Игумене и вручил игуменский жезл. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аксия! 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 Приезд патриарха – это всегда удивительное, замечательное событие. Замечательно, что сегодня он на Касимовской земле, земле, которая славится своей духовностью. Городских властей в Шости не было, а Касимовского мэра Федора Провоторова сотрудники ФСО просто не пропустили. Напомним, что первый визит предстоят для православной церкви патриарха Алексии II состоялся в юбилейный для Касимова 2002 год, когда был освящен Вознесенский собор. В этом году касимовцы заранее пришли в собор. Кто за полтора часа до встречи с патриархом, а кто-то остался здесь после службы, чтобы услышать патриаршие слова. С особым чувством я вступил на Касимовскую землю. Я много слышал об этом городе, о вере его жителей, о новоучениках Касимовской, о выдающихся пастырях, которые здесь трудились. Но я представить себе не мог всю красоту этого города и замечательные храмы, которые еще чудом сохранились и восстанавливаются. Но самое главное в каждом храме сокровищем является не все, а верующий народ. Епископ Касимовский Исасовский Дионисий преподнес в дар высокому гостю современную копию с картины 17 века с изображением города Касимова. Патриарх передал собору икону преподобного Серафима Вырецкого, а участникам встречи иконки Казанской Божьей Матери с патриаршем благословением. Прервемся на короткую рекламу, сразу после которой смотрите далее. Спустя полвека в День радио студенты и преподаватели познакомились с посланием от коллег из прошлого столетия. Что скрывалось в капсуле, смотрите в ближайшее время. Ночные волки. Мотосезон в Рязани открылся в преддверии Дня Победы. Программа День Гордона на ваших экранах и мы продолжаем. К празднованию Дня Победы приурочили открытие мотосезона в Рязани. Участниками праздника стали сотни мотоциклистов из области и соседних регионов. Открытие мотосезона – значимое событие для любителей двухколесного транспорта, и в нем с каждым годом принимает участие все большее количество байкеров. Особенность этого сезона в нашем городе – его открыли легендарные ночные волки. Они устроили мотопробег по центру города. Вместе с ночными волками прокатилась по городу Алена Куколева. Громкий старт нового сезона – мотопробег в Рязани. По центру города проехали сотни байкеров. Впервые в областном центре мотосезона открывали ночные волки. Всем русским мотоциклистам я хочу дать, чтобы они ездили, радовали жизни этой чудесной весенней погоде, природе, чтобы они все были, самое главное, ездили, все были целы и здоровы. Перед стартом традиционная встреча. После долгой зимы давние друзья рады друг другу. Этого момента мотоциклисты ждали всю зиму. И сегодняшний день это не просто официальное открытие мотосезона, но и встреча братьев, друзей и единомышленников. Всю зиму ждали, готовились, собирались, планировали поездки, планировали путешествия. Но весна ранняя, выкатились рано, но вот открытие сезона у Волков первое, мы приехали к ним в гости посмотреть, поучаствовать, с ними прокатиться. Это наши друзья, тут все наши братья. На площадке перед планетарием все больше и больше брутальных людей в косухах на больших цветных спортивных. Такое разнообразие мотоцикла в одном месте действительно событие редкое. Это моя супруга еще как бы в молодости. И так как я и она, мы служили военно-ноздушных силах, вот, и как бы отображено это здесь. Пушкин, Тверь, Тула, Нижний Новгород. Некоторым пришлось преодолеть не одну сотню километров. Но таковы традиции. Поздравлять с открытием мотосезона у Волков принято наведываясь в гости друг к другу. На протяжении многих лет партнер открытия мотосезона в Рязани компания Твой Скутер. Господа автомобилисты, будьте внимательны, мы выехали на дорогу. Будьте бдительны, взаимовежливы. Господа мотоциклисты, уважайте других участников дорожного движения. Помните, тише едешь, дальше будешь. Быстро поедешь, медленно понесут. Поспешишь, людей насмешишь. Мы задали всем один и тот же вопрос, в чем главный принцип безопасной езды. И каждый озвучил одну и ту же мысль. Дороги все равны. Единственное, что автомобилисты немножко забывают иногда, что у них все-таки четыре колеса и вокруг слой железа для безопасности. Поэтому, если где-то произойдет какое-то столкновение, даже касание, то машина самое максимум это покрасить красочку. А мотоциклист от касания это травма, как минимум. А возможно, жизнь. Установку на безаварийную и безопасную езду мотоциклы получили у священника. По традиции сезон начинают с благословения. Погода благоволила мотоциклистам, поэтому колонна получилась действительно впечатляющей. Целый табун железных коней проделал путь через весь город в Солочио. Вести колонну задача не из простых. Самый опытный мотоциклисты капитаны дорог берегут целостность колонны, перекрывают второстепенные дороги, чтобы автомобили не нарушили строгий порядок заезда. Если машина выезжает со второстепенной дороги либо на перекрестке, то есть специальные люди отсекают на перекрестках, чтобы на красный, на зеленый свет не выскочили и не разбили колонну. Управлять ей не сложно. Еще одна фишка. Зверь машина от байкеров или Мэдмакс. Легендарный бензовоз прибыл в Рязань из Москвы и сопровождал колонну до Солочио. Об этой машине ходят легенды, а ее появление на дорогах вызывает страх у обычных автомобилистов. Грузовик безумный Макс непременный атрибут всех крупных байкерских тусовок. Мотоклуб русского духа и патриотов. Именно так ночные волки позиционируют себя. Поддержку шлены самого популярного байкерского клуба получили даже у президента. Одно из главных направлений деятельности волков – паломнические поездки и благотворительность. Региональное отделение в Рязани появилось совсем недавно, в январе этого года. Не каждый может жертвовать своим личным временем. Мы ведем помимо общественной работы, мы помогаем детским домам, ездим, помогаем, собираем гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса. Несмотря на брутальный вид, байкеры – люди добродушные и веселые, романтики больших дорог. И все-таки оно существует, главное правило мотоциклиста. И звучит так, за все, что происходит с тобой на дороге отвечаешь только ты сам. Конечно, это относится к чему и кому угодно, но на скорости в 120 км в час в салоне чувствуешь себя гораздо более защищенным, нежели в седле мотоцикла. Об этом стоит помнить и автомобилистам. Фронтовые поляны – традиция, позволяющая окунуться в атмосферу военных лет. Ежегодно в День Победы и в его преддверии соблюдается в разных частях города. О том, как это происходит и почему так любимы людьми простая солдатская каша расскажет Валерий Седов. В Политехническом институте сложилась добрая традиция. Вот уже третий год День Победы отмечается фронтовой поляной. Вчера праздничный концерт состоялся в сквере Керамзавода. В нем приняли участие школьные и студенческие коллективы. Но в первую очередь на праздник были приглашены конечно же ветераны Великой Отечественной войны. Дорогой Михаил Васильевич, низкий вам поклон и всем вашим сверстникам за тот день вот который мы сегодня здесь видим. Это ясное почти небо. Это есть возможность у нас здесь и повеселиться и почувствовать вот то, что вы прошли. Один коллектив сменял другой. Школьники и студенты пели, танцевали, а также рассказывали стихи о тяжелых днях войны. После концертной части директора института вместе с ветераном возложили цветы к мемориалу победы. Нарадость детям работал аквагрим и площадка для рисования. Обязательная составляющая фронтовой поляны солдатская каша. Недалеко от импровизированной сцены всех желающих угощали гречкой и согревали горячим чаем. И это было только на пользу холодному праздничному дню. Мы этот праздник делаем, чтобы еще раз всем сказать нашим ветеранам выразить нашу огромную благодарность за то, что они сделали. Ну и самое важное в этом духе воспитывать молодежь. И я благодарен, что жители местные откликнулись, привели своих детей, внуков, кто-то правнуков. И получился такой хороший праздник. Праздник День Победы. Жители ближайших домов привели на праздник и своих детей. Все замиранием сердца слушали песни и стихи о войне. После такого праздника можно смело заявить, что память, которую так важно сохранить, теперь в надежных руках. Письмо из прошлого. В Рязанском радиоуниверситете вскрыли капсулу советских времен с пожеланиями потомков. Ее в стенах университета заложили 50 лет назад на студенческой конференции, посвященной 50-летию советской радиотехники. Студенты радиоуниверситета ждали этого события с нетерпением, ведь шанс заглянуть в прошлое выпадает крайне редко. Если для жителей других городов России День радио это просто еще одна галочка в череде многочисленных памятных дат, то для Рязани это самый настоящий праздник. И все благодаря радиотехническому университету, который в этом году отмечает 65 лет с момента образования. Торжественные мероприятия в ВУЗе начались с самого утра с работы ученого совета. Его почетным гостем стал депутат Государственной думы от фракции ЛДПР, первый заместитель председателя по обороне Александр Шерин. Депутат поздравил преподавательский состав ВУЗа с Днем радио и юбилеем. Я уверен, что действительно ваш ВУЗ вносит существенную интеллектуальную составляющую в наш регион. Он дает возможность большему количеству людей приехать и узнать о нашем прекрасном городе и регионе. И вы действительно уйдете славную историю нашего государства и огромное количество выдающихся выпускников. Сейчас называется радиокритнический университет. В свое время выпускники института, академии, во все времена они действительно поздравляют наш замечательный прекрасный ВУЗ. Александр Шерин отметил, что в Государственной Думе наконец-то появился такой документ как благодарность депутата. И 7 мая именно представители радиотехнического университета первыми получили эту благодарность из рук депутата за стремление постоянно идти в ногу со временем и личный вклад в формирование духовных и нравственных ценностей студентов. А тем временем перед главным зданием ВУЗа людей становилось все больше и больше. Среди пришедших выпускники радиотехнического университета разных лет. В том числе и те, кто окончил бакалавриат и продолжает обучение в магистратуре. Ощущения не те, что когда ты был на курсах, когда ты приходил сюда и видел, как много народа приходит, как они ценят этот праздник. Конечно, хочется сохранить эту традицию приходить сюда с группой и через много лет встречаться. Но сейчас, к сожалению, очень мало одногруппников пришло. Но я надеюсь, что через 10 лет будет много людей. 7 мая – праздник, объединяющий сразу несколько поколений. Для тех, кто совсем недавно окончил радиотехнический университет, это возможность встретиться и пообщаться с друзьями и преподавателями. Ну а для более старшего поколения 7 мая – это путешествие в молодость. поскольку сейчас я и живу здесь недалеко, мне небольшого труда составляет каждую весну в этот день сюда подойти. И я как бы ощущаю себя студентом, когда мы жили в общаге, когда очень дружили, когда это были другие времена, сейчас все немного изменилось. А вот Александр Соколов приехал из Архангельска на 45-летие своего выпуска. Кстати, он прекрасно помнит, как полвека назад на студенческой конференции, посвященной 50-летию советской радиотехники, закладывали капсулу с посланием потомкам. И вот эту капсулу зачитали, я вот плохо помню текст, но там что-то связанное с коммунизмом было, слово такое было. И зачитали, завернули и замуровали под бурные аплодисменты, фотографировались тогда, но тогда обсуждали, и это было знаковое событие в институте и даже во всем городе. Именно в этом году студенты 21-го века наконец смогли прочесть послание 50-летней давности. Капсула была замурована в стене на первом этаже здания. На ее извлечение потратили немало времени и сил. При этом присутствовали десятки людей, сумевших протиснуться внутрь помещения. А затем послание было торжественно зачитано всем собравшимся выпускникам. В нем студенты 1967-го года главным образом рассказывали о том, как устроен их институт и какой жизнью живут они. Также в послании из прошлого выражалась надежда, что в 2017 году вуз станет еще более крупным и совершенным. Однако студентам будущего советуют не зазнаваться и помнить, что именно отцы и деды создали то великое будущее, в котором живут современники. Конец письма сопровождался семью нерасшифрованными подписями. Ну а в начале нового учебного года студенты радиотехнического университета напишут еще одно письмо к потомкам в 2067 год и зумуруют его в стенах университета. На этом у меня все. До новых встреч. Ипотека Редактор субтитров А.Семкин